Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты Citroёn C3 Picasso. Автомобиль, которому сами создатели применяют два термина. Архитектура и имидж. И сложно с похватившись добавляют, да, ещё и функция. Именно с позиции функции мы и пытались подойти поначалу к C3 Picasso. Ведь как не так, на создание этой забавной штучки французов сподвиг бум на рынке компактных многофункциональных автомобилей. Таких, как, например, Ford Fusion, Opel Meriva, Nissan Note. Именно эти машинки создатели C3 Picasso называют в качестве основных конкурентов. И ездить на этом можно и в офис, и на дачу. И Европа покупает таких машинок в год больше полумиллиона. Ну, грех не сыграть. И сыграли, построив на платформе хеджбека C3 забавный, почти однообъёмный, довольно смешной автомобильчик. И вот этот вопрос, ответ на этот вопрос, сразу поставил нас в тупик. Потому что пытались мы загрузить сюда весь наш телевизионный скарт, и оказалось, что сделать это проблематично. Для того, чтобы впихнуть в этот вроде как многофункциональный автомобильчик тоже количество брахла, которое влезло у нас в Porsche Boxster, вот нам пришлось даже сложить вторую половину, большую половину заднего дивана и вынуть полку, прикрывающую второе дно багажника. Собственно, мы в ходе нашего теста будем ещё пытаться воспринять C3 Picasso как большую хозяйственную сумку на четырёх колёсах, но наши попытки, боюсь, будут обречены. Потому что стоит посмотреть на C3 Picasso не со стороны хоздвора, а со стороны фасада, как сразу становится понятно, почему французы лишь в третью очередь говорили о функциональности, а в первую и вторую об архитектуре и имидже. А я бы назвал вообще одно ключевое слово – стиль. Да разве можно думать, когда сначала смотришь снаружи, а потом садишься в эту светёлку с эркером о том, а влезет, например, ли сюда три мешка цемента и куда девать грабли. Здесь всё очень нарядно, весело и проникнуто духом настоящего нонконформизма. В этих немножко даже провоцирующих линиях нет ни намёка ни на какие семейные ценности. Напротив, здоровый дух веселья и лёгкого раздолбайства. И даже с лёгкими нотками стёба. Чего стоит только словно керамический или словно эмалированный, как из ночной вазы, сделанные кнопочки управления микроклиматом. Потрясающая находка. И всё это, кстати говоря, плюс ко всему ещё потрясающе функционально. Очень удачно французы применили вольвовский вариант управления потоками с пиктограммой человечка. И здесь, кстати говоря, климат-контроль раздельный, что на машинках такого класса встретишь нечасто. Да и вообще и на взгляд, и на ощупь C3 Picasso производит впечатление автомобиля более высокого класса. Потому что здесь очень много внимания уделяется деталям, как в дорогом автомобиле. Фактура передней панели. Вот такая вот интересная, словно ручная прошивка руля. Мелочи, а приятно. А на землю, так сказать, в свой класс опускает всё это дело магнитола, которое, такое ощущение, что случайно просто здесь появилось. Кто-то наобум, не зная под какой автомобиль, взял, купил и воткнул. Эту, кстати, довольно дешёвую музыку, даром, что она читает формат MP3, что молодёжному автомобилю просто необходимо. А звучит она весьма и весьма средненько. И это прокол, потому что хорошая музыка этой машинки куда нужнее, чем ёмкий багажник. А вот поехали, выясняется, что весь этот забавный интерьерчик оказывается не очень функционален. И машинка, ну, не тянет она на ту ответственную функцию хозяйственной сумки на четырёх колёсах, которую возложили на неё цитроэновские маркетологи. Вот тот самый MPV должен отличаться наличием кучи полочек, ящичков, бардачков. Вот здесь всего этого нет. Есть большие карманы в дверях, в которые можно сваливать всякую мелочёвку. Есть вот такой вот ящичек на передней панели. И, пожалуй, всё. Удобная полочка под мобильные телефоны. Но стоит тот же самый мобильник, например, взять и положить вот сюда, вот в эту самую забавную такую дизайнерскую выемку, канавку, как он слетает отсюда на первом же лежащем полицейском. То есть большинство этих фишек, которым наполнен С3, скорее эмоциональны и радуют глаз. Но с точки зрения функции они абсолютно бесполезны. И тут мы возвращаемся к теме, а нужна ли, собственно говоря, здесь функция. И, наверное, большое желание французов подчеркнуть то, что С3 Пикассо – это МПИ, это многофункциональный, многоцелевой автомобиль. Есть не очень удачная попытка привлечь лишнюю аудиторию. Аудиторию взрослую, аудиторию с расчётом, аудиторию, которая выбирает не сердцем, а разумом. Вот такую аудиторию к этой машинке, скорее всего, по-любому привлечь не удастся. А людям, которые молоды душой, да какой чёрт сдались им лишние эти полочки, ящички и бардачки. Они всё своё носят, как правило, в карманах. Но есть всё-таки небольшие агреги, которые будут нервировать любого владельца этого автомобиля, независимо от того, будет ли он ездить с граблями и с тёщей на свои шесть соток, или, повторюсь, кататься по ночному городу из клуба в клуб. Например, вот этот подлокотник, который действительно мешает оперировать механической коробкой передач. Хочется его сразу откинуть назад, чтобы не мешался, и спокойно работать вот этим вот забавным джойстиком. В принципе, этой машине, по большому счёту, нужен и вовсе автомат. Но, как говорят сами французы, автоматические коробки они будут предлагать не на каждом рынке, и автоматы появятся не сразу. Напомню, что продажи C3 Picasso в Европе только-только начались на апрель 2009 года. Эта информация. Ну, а что касается начала продаж машин с автоматическими коробками, то пока точную дату назвать сложно. Но есть глубокое, непокидающее ощущение, что автомобиль изначально составался под автоматическую коробку передач. Дурацкое педаль сцепления, по-другому не скажешь дурацкое. Вот такое ощущение, что появилось здесь в самый последний момент. Работать педалью этой практически невозможно по-человечески, потому что невозможно зафиксировать пятку на полу. Сначала ты педаль продавливаешь, а потом она уходит куда-то туда, вперёд под панелью вместе с твоей стопой. И если ты не в гоночных тавках, а в больших ботинках, скажем, зимних, то временами эта самая нога в большом ботинке там застревает. Педаль соскальзывает, и трогаясь с места, ты дёргаешься и глохнешь, как первоклассник. Несмотря на то, что педали в силу, опять же, такой компоновки находятся довольно близко, можно усесться так, что ты не будешь зажимать коленями уши. Сиденье подвигается довольно далеко, и самое главное, в отличие от подавляющего большинства конкурентов, здесь руль регулируется не только вверх-вниз, но и по вылету. И это очень важно для, действительно, активной езды. Машинка действительно позволяет это делать. Та самая подвеска, непробиваемая, на лежачих полицейских, здесь отлично компенсирует крены, нет ни намёков на валкость, на раскачку. Машинка получилась очень и очень ладненькая, цельненькая такая. А моторчик тянет только в путь. Здесь у нас под капотом стоит 110-сильный турбодизель. К сожалению, у нас он на российском рынке продаваться не будет, потому что это вопрос уже цены. Да и дизели у нас пока не очень популярны, так что французы решили эти моторы к нам не поставлять, а зря. Впрочем, кроме этого 110-сильного турбодизеля есть ещё три других мотора, два из которых будут продаваться в России. Помимо 110-сильного турбодизеля объёмом 1600 кубиков, Citroёn C3 Picasso может комплектоваться бензиновым мотором в 1400 кубов, мощностью 95 сил, который разгоняет автомобильчик весом в 1300 кило до сотни за 13 секунд. Но есть бензиновый двигатель в 1600 кубов, мощностью в 120 лошадиных сил, а с ним разгон до сотни занимает уже 11 секунд. Но при всём при этом C3 Picasso не перестаёт быть пусть гоночным, но всё-таки автобусиком. Об этом напоминает ещё и периодически сильный ветер, который дует в бок, боковой ветер. Он норовит переставить малышку на 2 метра в сторону. Парусность у автомобильчика приличная, он высокий. И тут уже с этим ничего не поделаешь, потому что концепция такая. А концепция всё-таки это происходит из изначальной задумки. Сделать машинку в стиле MPV, машинку многофункциональной. А ещё ощущение лёгкости, ощущение слияния с машиной, придаёт и потрясающий обзор. 87 градусов, вот такой угол зрения водителя, благодаря вот этому стеклянному эркеру. Причём обычно на всех компактных мини-вэнах, вообще всех однообъёмниках, передние стойки очень сильно мешают обзору, перекрывают его. Здесь картина совершенно иная. Потому что узенькие стойки, на которых держится лобовое стекло, как раз не являются несущими, лишь поддерживающими. Поэтому они такие изящные, такие лёгкие. А те стойки, на которые приходится основная нагрузка, те стойки, которые, ну, не дай бог, если случится авария, как раз берут на себя основную энергию удара, они находятся ближе сюда. Вот они. Поэтому и с точки зрения безопасности вроде всё хорошо, и обзор получился потрясающий. Немало тому способствует и стеклянная крыша, площадь которой где-то в районе четырёх с половиной метров. Внушительно, согласитесь. Правда, крыша эта, стеклянная, это уже отдельные деньги, и это опция. И тут мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. К функции. И стилю. Ведь тут как посмотреть. Есть, например, штаны, а есть дизайнерские джинсы. И там, и там присутствуют карманы. Но в первом случае это необходимый атрибут, а во втором случае, ну, просто так должно быть. Ведь штаны нужны для того, чтобы они грели и прикрывали зад. А дизайнерские джинсы для того, чтобы подчёркивать собственную индивидуальность и выпендриваться. И если говорить о конкурентах C3 Picasso, то я бы не стал упоминать те машины, о которых говорили французы на презентации. Я бы не стал упоминать о Ford Fusion и Nissan Note и Opel Meriva. Я бы вспомнил другую машину, мини Клабман. И пусть Клабман, в принципе, чуть подороже. Кстати, цены на C3 Picasso во Франции начинаются от 14 тысяч евро. У нас, видимо, примерно будет такая же история. Но это базовая машина. А представляете, если его наворотить по полной программе, да хотя бы даже ту же стеклянную крышу поставить, то тогда с Клабманом, я думаю, цена будет уже сопоставима. Но, впрочем, это не тот случай, когда деньги имеют определяющее значение. Ведь всё-таки Picasso, в центре Picasso рождает ощущение праздника и праздности. А это несовместимо с решением, например, разнообразных и многочисленных семейных проблем, на которые ориентированы, в общем, автомобили MPV. Ведь где есть удовольствие, там проблем быть не может. А если проблемы сочетаются с удовольствием, то это уже, ребята, мазохизм. Субтитры сделал DimaTorzok